привет друзья вы на канале русская дымка у нас осень дождики выкопали картошку ну и какой самогонщик когда-либо не хотел попробовать сделать самогон из картошки захотел я ради эксперимента вот у меня 5 килограмм картошки есть попробую что получится в картошке у нас есть у нас есть крахмал из этого крахмала мы хотим получить сахар этот сахар с бродить переработать спирт и тут есть разные подходы можно использовать ферменты разваривания но я решил использовать кодзи во первых потому что это просто во вторых потому что они у меня есть поэтому первым делом я картошку помою чтобы и грязи не было и никаких болезнетворных культур не подцепить а потом буду измельчать ее на крупной терке чистить ее я точно не хочу поэтому помою ее тщательно если будет какая-то гнильца я ее срежу начистить я ее не буду буду отдавать кодзи прямо с кожурой ну что ж приступаем ну что ж вот она наша картошечка в общем-то не криминально она не грязная все с ней хорошо картошечка у меня помыта сейчас я буду ее тереть чтобы она не ветрило я буду тереть сразу в подготовленную воду вот в такой парабельной емкости сколько же воды нужно подготовить у меня 5 килограмм картошки соответственно в ней в самой достаточно большое количество воды а вот интересующего нас крахмала не очень большое количество примерно 20 процентов то есть грубо говоря здесь один килограмм сахара поэтому чтобы не скучно было бродить нашей браги мы будем делать достаточно большой гидромодуль но относительно общей массы картошки я думаю максимум 10 литров воды мы добавим сюда то есть в два раза больше чем картошки но на самом деле девять потому что я буду отмеривать трехлитровыми банками и так отмериваю теплую водичку 3 3 литровых банки и так как будет выглядеть процесс я беру картофелину осматриваю если гнили на ней нет вот так аккуратно чтоб не потереть себя это же будет попадаться картофелина с гнильцой я просто срезаю гнилое место чтобы разные болезнетворные организмы не составляли конкуренцию нашим полезным дрожжам чтоб не ветрило картошка периодически сбрасываю ее сразу в воду спустя некоторое количество времени и несколько потертых на терке пальцев 5 килограмм картофеля были отправлены в 9 литров тепленькой водички водичка успела остыть а что касается 9 литров мне кажется что маловато поэтому я сейчас еще одну трехлитровую банку воды сюда добавлю и чисто интуитивно тогда мне кажется будет воды ровно столько сколько надо вот так хорошо поговорим по дозировке обычно мы используем от 6 до 9 грамм кодзи на килограмм крахмал содержащего сырья но в картошке мало крахмала поэтому я думаю можно взять по минимуму у нас 5 килограмм картошки соответственно 5 6 30 вот 25-30 грамм кодзи я собираюсь применить весь конечно лучше иметь более точные весы но мы не в аптеке поэтому я думаю так вот 26 грамм решил разбродить ради разнообразия взял жидкости из нашего бака стертой картошкой и туда сейчас отправлю заготовленные кодзи если вы храните кодзи как положено то есть в холодильнике перед этой процедурой необходимо дать им прийти в себя полежать при комнатной температуре чтобы не было шока от перепада температур хорошенько размешиваю и даю постоять идти в себя зашевелиться когда они зашевелятся отправлю их в общий бак напоминаю не надо облизывать ложку или вилку а также чашку в которой были кодзи контакт кодзи с человеческим организмом не очень желательно ну что ж минут через 20 кодзи наши ожили они жаждут крови и я отправляю их по назначению ну предварительно еще раз перемешаю и перемешаю содержимое бака бородильной емкости кроме того я добавлю наш затор содержимое одной капсулы антибиотика доксициклина я всегда так делаю когда работают с кодзи я знаю что у этого метода есть противники но мне спокойнее когда я знаю что затор у меня случайно не испортится можно так я просто перестраховываюсь и кроме того что я хочу сделать у меня есть чудесное средство детские капли боботик в нашем винокурном деле они играют роль пеногасителя чтобы пенообразование было не слишком сильным буквально несколько капель отправлю потому что видел я в сети у коллег которые работали с картошкой бывали жестокие выбросы я закрываю крышку гидрозатворный ставлю почему потому что во первых у меня там есть антибиотик во вторых все равно придется кодзи перемешивать потому что при во время выражения из нашей тертой картошки будет образовываться шапка и ее первые несколько дней брожения нужно будет взбивать перемешивать поэтому гидрозатвор я пока не ставлю но на этом на сегодня все я думаю что я еще покажу как заведется брага первую шапочку покажу вы на канале русская дымка цените вот такая картина на следующее утро шапка шапку мы разбиваем а это значит что кодзи завелись заработали и все у нас хорошо вот эту шапку можно будет разбивать первые дня три каждое утро для того чтобы полнее продукт использовался кодзи брожение завелось все хорошо ждем результата